Всем здравствуйте! Очень рада видеть любителей графики здесь. Это вид искусства довольно закрытый. Его воспринимают как не самый зрелищный, его не так любят, он не так известен, как живопись, которая привлекает очень много зрителей. Но моя задача сегодня — рассказать, что графика — это тоже очень зрелищно и очень интересно, и невероятно красиво. Главное — это очень живой вид искусства, который ярко отражает оттенки своего времени. И, во-первых, нужно начать с того, что графика, в принципе, нам всем доступна. В отличие от живописи, которой в основном занимаются профессионалы, там своя профессиональная закрытая кухня, приемы графические нам всем, конечно же, знакомы с детства. Рисование карандашами, ручкой, вот как появляется линия, как появляется пятно — это все совершенно ясно. И тут еще нужно добавить, чем, собственно, графика отличается от живописи, от живописного языка, почему мы их разделяем, и в чем, собственно, кроется вот этот всплеск графического искусства в начале XX века. Графика отличается от живописи именно принципиальным отношением к плоскости. То есть если живопись строит на изобразительной плоскости объемный, иллюзорный, иллюзорную модель мира, для этого скрывается плоскость холста самого, то есть художник строит иллюзию, иллюзию пространства. Это окно в некий другой мир. А вот графика, наоборот, принципиально по-иному относится к плоскости, и она строит вот это графическое искусство, оно построено на контрасте между изображением и фоном. То есть она совершенно специфически понимает это пространство, и плоскость листа не скрывается. Плоскость листа здесь является тоже полноценным изобразительным приемом. И как раз-таки художники-графики занимаются тем, что выявляют эту плоскость, работают с линией и пятном. И все это приводит к определенной мере условности в графическом искусстве. То есть художники не повторяют реальный мир, они находят ему условное отображение, преображение в совершенно иные формы, невероятно выразительные. И достигается это порой очень минимальными средствами. И феномен расцвета графики в начале XX века в русском искусстве, он на самом деле и мировой. Те же процессы происходят примерно в то же время и в Европе, в европейском искусстве. Дело в том, что художники действительно начинают открывать для себя эти выразительные возможности, открывать для себя рисунок, в первую очередь, чуть позже. Это печатные техники, графики, гравюра. До этого рисунок воспринимался исключительно как второстепенный вид искусства, второстепенный такой инструмент при подготовке к большому живописному произведению. Как правило, это подготовительный рисунок, это эскиз, наброски, это наброски на память, это некий путевой дневник, может быть, путевые наброски, эскизы, этюды с натуры, натурные студии. В общем, никто серьезно рисунок не воспринимал. Впервые на него начинают обращать внимание именно в конце XIX века. И он потихоньку начинает обретать самостоятельное значение среди других видов искусства и уже достигает таких небывалых высот выразительности. Начинается именно в нашем, в отечественном искусстве движение вот в сторону развития графического видения у крупных наших художников, новаторов, которые выступили новаторами и в графике в этой сфере. Это, конечно же, Илья Ефимович Репин и Валентин Александрович Серов. Вот перед нами парадные портреты Ильи Репина. Это действительно одни из первых выставочных графических работ. У Репина появляется и обретает популярность вот этот особый жанр парадного графического портрета. Он по формату такой же большой, как и живописный. Мы видим, что по размеру портреты Элеонора Дузе и портрета Серова действительно большие, то есть 100 метров в ширину. То есть такая выставочная, монументальная вещь. И тем не менее, в портрете Элеоноры Дузе это итальянская актриса, портрет которой Репин создал в 1891 году, когда итальянка была на гастролях в России. Репин посещал ее спектакли, был восхищен ее дарованием сценическим. И первоначально он задумывал живописный портрет. Может быть, поэтому он взял такой холст. Он работает углем и в процессе понимает, что его устраивает и такой вариант, вот такой образ актрисы, как бы выхваченный из-за ниоткуда вот этой магической массой угля, тонкие тональности, переходы, которые дает угольная техника. от темного к полутени, мягкая тень получается. Он останавливается именно на вот этой стадии, на такой незавершенности импрессионистической, оставляет вот это впечатление быстроты рисунка, незаконченности, бархатистости пятен в тени. И все это как нельзя лучше выражает творческую натуру самой актрисы. И тут Репин находит вот этот способ выразить внутренний мир изображаемого человека через такую легкую, живую манеру. И к этому же решению он приходит в портрете Валентина Серова 1901 года. Точно так же это холст и уголь. И тут он снова создает образ человека думающего, человека, захваченного своими творческими переживаниями. Мы в образе его в таком монументальном и значительном чувствуются внутренние какие-то борьба, мучительная напряженность поисков как художника. То есть он не просто сидит, он сидит и обдумывает следующие свои работы при внешней такой спокойности и статичности. Снова Репин не работает с фоном, он только лишь его намечает, оставляет вот эти пустые поверхности холста. И вот в дальнейшем я для примера тоже привожу небольшой рисунок Репина за роялем 1905 года. Это очень по своему характеру тоже инферсионистический рисунок. Снова уголь, легкие касания бумаги. Также он прибегает к сангине. Это тоже такой графический материал, мелок, красный глины. Вот он делает акцент красным тоном на волосах героини. И все это сплетается в такую легкую музыкальную композицию, как вот и та музыка, которая играет главная героиня. Как раз критик Стасов отмечал способность Репина в своих портретах изобразить творческую работающую натуру, изобразить работающую внутри его головы мысль великого человека. Ну, а следующий герой, который тоже начинает открывать возможность чистой графики, это, конечно, Валентин Серов. Надо еще добавить, что и Валентин Серов, и Илья Репин учились у знаменитого преподавателя Павла Чистякова в Академии художеств. Это легендарный учитель, это вот тот случай, когда художник неизвестен своими работами, зато известен как преподаватель и своими талантливейшими учениками. Вот этот Павел Чистяков, который восхищал своих учеников отношением к художественному труду, и он выделял и ставил на первое место именно академический рисунок, то есть работа с формой, поиск объема, идти от целого к частному. Рисунок он называл мужским, в то время как живопись это такая женская, женский подвид искусства. Но как мы видим, что от академического рисунка и Репин, и Серов уходит уже в более условные формы, при этом академический собственно рисунок, академическое знание натуры, анатомии помогает им сохранять вот это точное понимание формы, из-за чего рисунок получается очень и выразительным, точно схваченным. Мы видели на заставке, я специально поставила портрет Тамары Корсавины, потому что это, конечно, удивительный пример легкого утонченного рисунка, который при этом держит плоскость листа и является буквально шедевром такого понимания графического искусства. Рядом же я поместила портрет Ванды Ландовской, это музыкант, клавесинистка польского происхождения, она тоже была на гастролях в России. Вот как Серов решает ее портрет, он оставляет как бы иллюзорным, объемным только ее лицо, а вот тело, платье превращаются уже в такую декоративную линию, очень упругую, напряженную. Здесь уже нужно говорить о том, что Серов, конечно, в своих поисках, поисках такого современного стиля, уходит в стиль модерн, модерн, как строится на красивой выразительной линии. Через пару лет он был приглашен Сергеем Дягилевым к работе над первыми русскими сезонами, и для русских сезонов Серов создает серию портретов балерин, это Тамара Корсавина, это Анна Павлова, самый, наверное, известный и скандальный это Ида Рубинштейн, и работая над портретом Тамары Корсавиной, Серов записывает «Хочу добиться, чтобы в рисунке было как можно меньше каранташа». Вот мы видим, что действительно минимальными касаниями бумаги с считанным количеством линий, он намечает спину балерины, и в ней уже все выразилось, напряжение ее такой тренированной спины, изящность, тонкость, и объем он тоже намечает небольшой тушевкой, то есть фигура оказывается в пространстве, она не плоская. Вот такая маэстрия рисунка появляется у Серово в 1909 году, и в это же время все это воплощается в еще большем, в еще большей мере вот в таком монументальном портрете Анны Павловой, который Серов тоже создает для русских сезонов. Это гигантский холст, почти 2 метра в длину, 170 сантиметров в ширину, тонированный синей краской и графическими материалами, углем, темперой и белым мелом Серов наносит вот такой едва уловимый, едва заметный силуэт балерины. Изображает он ее в образе, в котором она выступала в балете Фокина сельфиды, который Фокин поставил специально для Анны Павловой, то есть он специально видел именно эту балерину в своей постановке. Анна Павловна на тот момент была уже очень известной балериной, популярной, и у нее уже было свое амплуа, такой легкой, воздушной танцовщицы, и о ней говорили, что она, у нее собственный стиль танца порхающая бабочка. Вот это порхание и стремился передать Серов. Платье, в котором она изображена, было создано Леоном Бакстом специально для этой роли, и тоже развивающиеся неуловимые фалды этого платья, и афиша оказалась настолько удачной, что современники говорили, вспоминали, что портрет Павлова и работа Серова вызвал более откликов в печати, чем сама Павлова. Афиши обклеили весь Париж, и вот Александр Бенуа тоже вспоминал, каким прелестным, каким благородным казался этот огромный синий лист с рисунком порхающей Жизели среди крикливых ярмарочных реклам парижских улиц. Но за вот этой легкостью, видимой нам, скрывается на самом деле очень тяжелая работа, потому что Анне Павловой пришлось позировать в течение 11 сеансов в этой позе, держать именно вот это, стоять именно в этой позе для того, чтобы Серов смог уловить вот это едва легкое мимолетное движение. Уже в середине десятых годов, ну и в общем даже раньше отношение к рисунку радикально меняется, и во многом тут повлияла, конечно, деятельность объединения мир-искусство, которое сложилось в конце XIX века, и принципами которого была опора на, с одной стороны, искусство прошлого, на прекрасное искусство XVIII века, века просвещения, и в то же время это поиски в области современного стиля, отказ от эклектики прошлого и обращения к красивой линии стиля модерн, стиля, который приходит из Западной Европы и, в общем-то, становится заменой предыдущему бестилью эклектики. Так как мир-искусство это такое объединение из единомышленников, из кружка молодой творческой интеллигенции, обладающей огромной эрудицией, знаниями, талантом, то и творчество их тоже буквально пестритые отсылками, оно ориентировано тоже на знающего зрителя. Основоположником мира искусства становится Александр Бенуа, как такая творческая единица. Организационными вопросами занимается неутомимый Сергей Дягилев, и в союз единомышленников вступают и Сомов, Пакст, Лансере, но это действительно такой кружок друзей и родственников, потому что многие, как Лансере, Зинаида Серебрякова, Бенуа, были связаны еще и родственными узами, и, конечно, их питала еще и сама среда Петербурга, аристократичного города, и они главным образом обращаются именно к рисунку, именно к графике, как к самому выразительному на их взгляд виду искусства. В первую очередь меняют отношение к книге, книге как произведению искусства. Александр Бенуа, я здесь привела его титул к азбуке в картинках, которую он выпускает в 1904 году. Наверное, многие видели ее, многие знают. Невероятно изящная вещь, многодельная, очень подробная. И основополагающим изданием мира искусства становится их журнал, это их такой главный печатный орган, который становится главным манифестом мира искусства, где они печатают статьи и о русском искусстве, и о западноевропейском искусстве, о новых тенденциях. Это становится рупор современности. И издания это, они согласно своим принципам, оказываются невероятно эстетичным. Сами художники оформляют его, оформляют обложки, обложки менялись в течение нескольких лет, они оформляют титулы, все внутреннее оформление, концовки, заставки, виньетки, все в духе XVIII века, такое тоже невероятно предельно изысканное, линейное, вот как здесь я привела примеры обложки разных лет, и издание становится главным таким делом, утверждающим художественную ценность печатной продукции, то есть это уже не просто популярная печать, как журналы Нивы, но еще и очень высокоэстетское издание. Они были настолько требовательны к производству этого журнала, что первые номера им пришлось печатать в Финляндии, потому что в России, в Петербурге не нашлось подходящей типографии, которая смогла бы отпечатать их журнал, изображение, репродукции в том качестве, которое бы их удовлетворяло. И они специальным образом выбирали бумагу, цвет бумаги, ее фактуру, находили самые какие-то дорогие, качественные материалы. То есть таким образом журнал Мира Искусства стал примером высокой полиграфической культуры. И он, в общем-то, стал законодателем книжной культуры и отношению к книжной продукции. Но и что касается не только книжной, но и станковой графики, то есть той графики станковой называют ту графику, которую показывают на выставках. Это большие монументальные работы. И вот уже в десятые годы, и благодаря стараниям и Репина, и Серова, и мира искусников, графика наконец-то завоевывает свои места на выставках. Она становится выставочным искусством, и появляется вот это понятие станковая графика. Здесь я привела серию портретов работы Константина Сумова, тоже мир искусника. здесь только три, их гораздо больше. Эти портреты заказал Константину Сумову издатель Николай Рябушинский для своего журнала «Золотое руно». Рябушинский задумал в журнале опубликовать серию выдающихся поэтов, писателей и художников своей эпохи, эпохи символизма и заказал эту серию Сумову. Сумов поступает удивительно в этих портретах. Он задействует бумагу, цвет бумаги как полноценное художественное средство. Он выявляет фактуру бумаги тем, что добавляет белила. То есть есть здесь элементы, которые он отмечает белилами краешек рубашки, блики на лицах. И лица он решает объемно и реалистично. А вот все остальное как будто бестелесное, как будто где-то тает, оно очень условное. Эти портреты стали невероятно знаменитые и даже задали некую моду. В дальнейшем многие художники прибегали к такому примеру, к такому приему. Тут в принципе можно говорить о такой двойственности графики, которая сочетает и реалистичные приемы, объемные, и при этом прибегает к отвлеченной красивой линии, но все это приводит к цельному, яркому и выразительному образу. что касается печатной графики, печатным техникам графики, тут появляются тоже свои звезды и законодатели, одна из таких это Анна Остраумова-Лебедева, печатная техника это ксилография, это гравюра вырезанная на деревянной доске, это линогравюра, это литография, все то, что имеет тираж, все то, что отпечатывается с формы и имеет тираж. Изначально гравюра тоже считалась лишь вспомогательным средством, это была репродукционная гравюра, которая использовалась в печати журналов и книг, она использовалась для репродукции живописных произведений, она была таким вспомогательным инструментом, но на рубеже веков появляются новые, более современные техники репродукции и ксилография как репродукционная техника оказывается не нужна и в этот момент ее замечают уже художники в качестве новых возможностей выразительных средств. Вот Анна Остраумова-Лебедева, которая начинала вообще-то как живописец, она поступала в Академию художеств Крепину, но буквально в первые годы обучения у нее открылась аллергия на масляные краски и мечте стать художницей живописцем не довелось сбыться. И тогда она переходит в мастерскую гравера Василия Мате. Василий Мате это тоже очень важное имя в истории русской графики. это первый такой крупный гравер, который освоил технику гравюры на дереве, линогравюру и афорт. Афорт это тоже ответвление печатной графики, которое подразумевает гравирование металлической доски и последующее травление. Это очень сложная и трудоемкая техника. И Василий Мате на самом деле выпустил большое количество талантливейших художников, которые продвинули печатную графику на высочайший уровень. Анна Строумова-Лебедева вдохновляется очевидно здесь японской гравюрой. В то же время это все у нее получается очень изящно. И вот эта ксилография «Летний сад зимой» она оставила воспоминания, что ей очень понравился мотив рисунок веток и танец снежинок между ними. Причем это ксилография с четырех досок. То есть для каждого цвета вырезается форма на доске. То есть четыре доски и на одном листе все эти цвета нужно соединить. Это действительно сложная техника, поэтому очень многих художников она отпугивала. Но вот Анна Строумова-Лебедева этой технике осталась верна на всю жизнь. Она прожила довольно долго и вот в течение по-моему шестидесяти лет она занималась ксилографией. О летнем саду, вот как раз о летнем саде зимой она пишет. Иногда я печатала ее в серебристо-серых тонах, как бы подернутую легким туманом. Иногда я делала небо более светлым, как будто сейчас приберется солнце. И стволы деревьев печатала темнее, и получался более веселый, бодрый пейзаж. Я любила эту гравюру. Также она стала таким автором образа Петербурга в ксилографии, который во многом стал культовым, определяющим наш тоже отношение к Санкт-Петербургу как к величественному, классическому городу, строгому, поэтичному. Она жила в Ленинграде всю свою жизнь, и вот эти образы Петербурга в ее творчестве не менялись. Он был сначала такой идиллический, мощный, торжественный, потом она уже после революции добавляла к нему такие индустриальные нотки, но и она считается автором вот этого строгого, стройного вида в искусстве изобразительном начала XX века. Еще один художник, который занимался непечатными техниками и рисунком, художник-график Мстислав Добужинский тоже воспевал Петербург, в котором вырос, который любил невероятно сильно, и тут надо сказать, что вообще мы Петербург представляем именно благодаря художникам мира искусства. Они там все тоже родились, многие родились, выросли, и тот образ, который они создали в своем творчестве, он определяет до сих пор какие-то наши представления. И вот шедевральная совершенно шедевральная серия иллюстраций Мстислава Добужинского в книге Федора Достоевского «Белые ночи», которая была издана в 1923 году. Мстислав Добужинский оформляет книгу, обложка, восемь иллюстраций, концовки. И все это очень выразительно объединено единой стилистикой вот этого графичного города. Он этот город знает с детства. Он бесчисленное количество раз зарисовывал, ходил по улицам. Вот я привела для примера ранний рисунок, он создан намного раньше, в 1904 году, за 20 лет, в ротах называется. И тут мы уже можем увидеть, насколько эти мотивы сохраняются в творчестве художника. Вот эти поленицы с дровами появляются и в иллюстрациях Достоевскому. И у Достоевского, конечно, Добужинский находит для себя вот этот образ умышленного города, строгого, ритмами, чугунных град с брендмауэрами, трупами. И интересно, что эту серию он выполняет в новой для себя технике, технике градтажа. Это не самая частая техника, редко используемая художниками, когда лист бумаги или картона покрывается черной тушью, черной краской, а затем белые участки процарапываются острым пером или каким-либо острым инструментом. И вот благодаря такому контрасту черного и белого Мстислав Добужинский добивается ощущения вот этой белой ночи, каких-то непонятных сумерек. Здесь не темно и не светло. Вот, собственно, в этом заключается шедевральность этой серии, которую называли буквально музыкальной сюитой. Настолько она цельная. Но в дальнейшем, буквально вот уже в 23-м году Добужинский своими глазами видит разрушение, можно сказать, гибель любимого города или тяжелые времена после революции, холод и голод, разруха. Он создает альбом литографий Петербург в 21-м году. Литография это еще одна техника печатной графики. Это печать с камня. То есть формой является камень, на котором с помощью химических процессов закрепляется рисунок, а потом уже с него отпечатывается тираж. Тираж может быть довольно большой, потому что в отличие от ксилографии, которая доска теряет свою четкость, она как бы от тиража начинает истощаться, то камень довольно долго может служить формой печатной. И этот альбом литографии отразил переживания Табужинского по поводу этого трагического состояния города, потому что здесь он работает на контрасте, на контрасте вечного, этой прекрасной архитектуры великолепных зданий и такого сиюминутного и тому, что происходит здесь и сейчас. Это пустота улиц, это вьюга, которая метет, и туча, здесь все наполнено эмоциональным переживанием самого художника. Какие-то металлические конструкции на фоне этих прекрасных зданий, брошенные будки, и эта эмоциональность, эта трагичность переживания самого художника, она очень точно выразилась во взгляде этой статуи, которая выглядывает из ящика. Ее на зиму как-то заколотили в ящик, она оттуда выглядывает с совершенно ужасом на лице, как будто она живая, и ее тоже ужасает все то, что происходит в городе. Это очень интересный альбом, посмотрите, он есть в сети, впечатляет действительно, и в общем-то публика тоже была впечатлена, и критика очень критиковала, критика ругала Добужинского за такой мрачный взгляд, и альбом был принят неблагосклонно, и в общем-то для Добужинского это было уже такое полное понимание, что его города уже нет, и в 1923 году он покидает Россию и уже больше не возвращается. К слову, о литографиях и о литографских альбомах эта форма становится очень популярной в 20-е годы, причем она популяризируется сверху, то есть централизованно, ее продвигает комитет по культуре, и художникам заказываются специально литографские серии, вот мы видим примеры Владимира Канашевича, серия литографии Павловский парк, или серия литографии Ленинград новые пейзажи, очень любопытная серия, потому что здесь художник обращается не к классическому канонам изображения Петербурга, а наоборот к новым кварталам, он изображает конструктивистские кварталы Нарвской, таких соцгородков, вот здесь городок на тракторной улице, прогрессивный на тот момент рабочий поселок, фабрика кухня на нижнем оттиске, на нижнем листе, все это предлагает новый образ такого пролетарского города, новый образ Ленинграда, в дальнейшем Канашевич сам по себе невероятно изысканный художник, очень тонкий, с тонким ощущением вот этой графичности листа, который, конечно же, он во многом почерпнул у японского, китайского искусства, восточного искусства, и он даже подражает, он большую часть жизни прожил в Павловске, вот здесь представлен рисунок на китайской бумаге, тушью, то есть он повторяет вот эти приемы работы, как у восточных художников, и, конечно, нельзя обойти вниманием еще одну крупнейшую фигуру в искусстве Серебряного века, это Елизавета Кругликова, вот на самом деле Серебряный век, он так выдвинул целую плеяду женщин-художниц, причем они занимались такими наиболее трудоемкими техниками, как ксилография вот Острового Лебедева, да, или Афорт, как Кругликова, Якунчикова Мария, художница, тоже занималась Афортом, Войтинская Надежда занималась литографией, все это совершенно поражает такой свободой занятий художниц, они, конечно, ездили в Париж, и в том числе Елизавета Кругликова и Якунчикова ездила в Париж учиться Афорту, занимались они там и в частных студиях, и Кругликова прожила целых 20 лет в Париже, вернулась она в России в 2014 году и уже оставалась в России. Силуэт стал основной ее такой техникой, которую она привезла буквально из Парижа в Россию, она овладела ей в совершенстве, она создала огромное количество портретов своих современников, очень точные, и она сначала зарисовывала своего героя, вот мы видим здесь набросок с портретом Михаила Кузьмина, поэта Серебряного века, которого вы увидите и на выставке группы 13, здесь, который сейчас проходит. Сначала набросок, то есть уловить главные характерные черты своего героя, затем она на обратной стороне черной бумаги уже делала силуэт, и набором маленьких ножниц, таких самых острых, она вырезала этот силуэт, причем она не любила излишней детализации, то есть это не тот силуэт, который очень любили в 19 веке, такой для девичьих альбомов с сентиментальными оттенками, когда там было много декоративных каких-то и завитушек, здесь у Кругликова, как она говорила, старалась уловить сгусток личности, не просто тень, а двумерный плоскостный сгусток, это ее выражение, как она говорила, не любила кружев в силуэтах, но Кругликова, конечно, невероятная художница, потому что она владела многими техниками в совершенстве, в том числе афорт, вот это одно из самых сложных дел в области печатной графики, потому что афорт подразумевает травление кислотами металлической формы, а это очень вредно для здоровья, и это всегда с неожиданным результатом, можно протравить так, что ничего не получится, и придется начинать все сначала, вот примеры работ «Медный всадник», «Фонтанка», снова это Петербург, снова любимый город Елизаветы Кругликовой, она его не покидала, причем афортом она занималась тоже всю жизнь и стала впоследствии профессором полиграфического факультета ленинградского входа масса, была очень уважаемым главой ленинградской афортной школы, но и это еще не все, потому что Кругликова привезла в Россию новую технику монотипия, вот такой своеобразный на самом деле вид печатной графики, специалисты до сих пор спорят, является ли это техникой печатной графики или это все-таки оригинальная техника, потому что монотипия подразумевает только один оттиск, масляными красками на доске металлической наносится рисунок и затем оттискивается на бумаге, то есть оттиск может быть только один, он уникальный, соответственно тиража нет, поэтому многие отказывают монотипии в том, чтобы считаться печатной техникой, но в то же время способ здесь оттискивания, поэтому это все-таки печать. И она с этой техникой знакомится в Париже, возвращается в Россию и привозит ее, и делает ее популярной. В монотипе она обращается к разным жанрам, и к натюрморту, и к пейзажу. Вот натюрморт с цветами стал ее излюбленной темой, именно в монотипе. Она сделала огромное количество этих цветов, ей, видимо, нравилось, как масляная краска давала такую эскизность изображения, живость. Она сама называла монотипию живописью в манере эстампа. И действительно многие художники увлеклись именно благодаря кругликовой монотипии. Такие художники, как Александр Шевченко, Ростислав Порто, открыли для себя эту технику. Еще один основоположник гравюры в русском искусстве это Вадим Фалилеев. Тоже учился у Василия Мате в Академии художеств. И в основном работал именно в линогравюре. Линогравюра это техника похожая на ксилографию, только формой служит не деревянная доска, а специальная пластиковая доска, линолеум, так называемый специальный художественный линолеум. Режется, он намного легче, чем дерево, и несколько отличается такой большей условностью, чем ксилография. Вот мы видим прекрасную линогравюру цветную волна на капре, это Фалилеев, получив по выпуску из Академии художеств медаль, отправляется в пенсионерскую поездку. Два года он проводит за границей, по большей части в Италии, и вот там он много работает с линогравюрой, причем здесь вот есть и натурные такие вещи, а еще он в линогравюре копировал произведения старых мастеров, то есть он ходил в музеи итальянские, делал копии и отпечатывал их именно в линогравюре. Такая преданность именно этой технике. И конечно здесь тоже нельзя не отметить влияние японского искусства, это очевидно, но оно повлияло не только на русских художников, но и на европейских. Как художник он увлекся и афортом, вот здесь показана вещь, которая называется плоты из серии дожди. У него действительно есть серия дожди, которая показывает огромное пространство, то есть это пейзажи, наполненные далью, воздухом, в котором разверзаются тучи, в котором несутся эти дожди, и ему техника сухой иглы которая дает некоторую бархатистость и живописность штриха, очень подходит для этого мотива, и он становится кое-где даже практически абстрактным мотивом. Здесь мы видим, как потоки воды падают на землю таким направленным движением. Еще один художник, который занимался профессионально афортом, это Игнатий Невинский. Печатная графика становится профессиональной деятельностью, появляется такая специализация, то есть уже есть художники себя определяющие именно как афортисты. Вот, например, Невинский, который изначально работал как художник-монументалист, он до революции занимался росписью потолков, в том числе в Государственном музее имени Пушкина, который сейчас он расписывал потолок в египетском зале. Затем он увлекся афортом, и в 20-е годы он создает серию, несколько серий афортных, в том числе кавказские капричи, посвященные темам, сюжетом, которые он видел на Кавказе, тоже очень романтичные на самом деле летящие образы, которые он выполняет в цветном афорте, что тоже крайне трудоемко. Ну и его вот это овладение техникой в полной мере, в великолепии проявляется в огромных, буквально монументальных афортах «Азнефтьстрой». То есть в первую пятилетку он выполняет государственный заказ и делает его именно во форте. Сюжеты, посвященные индустриализации, таким индустриальным темам, он достаточно интересно решает приемами монтажа. Мы видим, что там проявляется лицо Ленина, который наблюдает за тем, как люди притворяют его дело в жизнь. То есть, естественно, это нереалистичное изображение, это такая тоже мера условности, которую себе позволяет Невинский. Конечно, нельзя обойти имя Владимира Фаворского, который начинает работать уже в 1910-е годы. Появляются его знаменитые ксилографии, это групповой портрет с манекеном Фаворский, Истомин и Розенфельд и портрет художника Константина Истомина. Вместе они преподавали во Футемассе, и тогда уже во Футемассе Фаворский разрабатывает свою собственную теорию, теорию пространственного мышления на плоскости, и эта теория становится основополагающей для Московского института полиграфического. И вот такой портрет Достоевского, который тоже стал каноничным, можно так сказать. Его очень много раз репродуцировали, до сих пор его печатают. Вот он изображает такого человека, такого, ну как сказать, загруженного, тяжелой, сложной мыслью, вот она у него прямо в голове ощущается, он как-то безвольно опустил руки на стол, и в то же время очень волевым таким штрихом Фаворский изображает в общем-то лицо и голову писателя. И если говорить о книжном оформлении, это вот такие невероятные красоты и тонкости детали оформления книжного. теория Фаворского заключалась в том, что книга им мыслилась как единый организм, то есть художник должен был оформлять книгу как единое произведение искусства, в которое читатель заходит, начиная с обложки и проходит по всем страницам, и все должно помогать ему пройти концовки, опять же, виньетки. И вот как пример я привожу небольшую заставку к ставшей уже классической книге оформленной Фаворским Фомарь 23-го года. Эта вещь всего небольшая, 4-3 сантиметра в высоту, но она, посмотрите, как она выдерживает увеличение, она классически правильно выстроена, устойчива и невероятно декоративна, очень изящна. Это такой буквально маленький шедевр. Но, естественно, вся книга оформлена не только заставками, там же были и полосные иллюстрации, также интересные инициалы, тоже очень небольшие по размеру, которые он создает для издания Анатолия Франца рассуждения аббата Жерома Куньяра. Иллюстрация к поэме Пушкина «Домик в Колумне», которые вышли в 1923 году, они были созданы в 1923 году, опубликованы в 1929, уже показывают нам такой устоявшийся стиль Фаворского, который опирается на классическое искусство, опирается на искусство старых мастеров, такого раннего даже возрождения. Его фигуры здесь статичны, выверены и монументальны. И важно то, что Фаворский первый поместил рисунки на полях этого произведения. Это такой оммаж рисунком самого Пушкина, который рисовал на полях своих рукописей, а Фаворский, ну, как бы повторяя вот эту органику пушкинского письма, тоже помещает вот эти небольшие силуэты, небольшие изобразительные мотивы на страницах книги. К такому же приему потом придет и Николай Кузьмин, который здесь на выставке тоже представлен, который создал свою пушкиняну, тоже опираясь на работы самого Пушкина на его рукописи. Особняком совершенно в искусстве графики стоит Василий Чикрыгин. Это удивительный художник, который был полностью погружен в философские поиски, философско-религиозные поиски, которые были основаны на учении Николая Федорова, философа начала XX века. И в своих рисунках он воспроизводил визуально учение Федорова о соборе воскрешающего музея. То есть это учение о том, что когда-то все умершие на земле вновь придут и воскреснут. То есть они пока ждут своего воскрешения, но придет день, когда воскреснут все когда-либо жившие на земле. И Чикрыгин, увлеченный совершенно таким фанатичным неистовством буквально, занялся проектом огромной фрески, которая бы изображала вот этот день всеобщего воскрешения. За два года он начал в 1920 году, в 1922 его не стало трагическим образом, ему совсем немного лет было, 25 лет он погиб под колесами поезда совершенно дурацкому поводу. Но вот за эти два года он создал несколько сотен листов угольных с сценами из вот этой как его представлялась огромной фрески. Он планировал, что будет специальный вот этот музей, собор воскрешающего музея, где будет расположена эта фреска. Конечно, это изначально была абсолютно утопическая идея, но он работал неистово каждый день и работал он только прессованным углем, то есть углем на бумаге и этим углем он намечал сцены, которые по своей визуальной такой характеристике очень напоминают художников. Возрождение, конечно же, по вот этой пластике, как они извиваются. В то же время мы тут можем увидеть и отклики искусство горьи с этим таким ужасом каким-то животным даже, с какими-то нечеловеческими переживаниями. И благодаря этой технике угля Чикрыгину удается передать свечение, как будто бы этот свет, который по учению Федорова и преображал души умерших в живущих уже, вот этот преображающий свет, он удается Чикрыгину с помощью угля, вот этих бархатистых переходов. Ну и крупнейшая фигура русского рисунка это Юрий Анинков, мастер вот такой тонкой характерной линии, которая у него превращается уже практически в гротеск, она настолько цепкая, она вот так вот улавливает личность героя, что это уже превращается несколько в карикатуру. И у него особая манера такого монтажа, опять же, здесь в рисунке отражаются новые течения кубизма и футуризма, приемы монтажа, и все это призвано отразить эту неустойчивость, эту странные повороты жизни, в которой жили тогда художники, когда все было стремительно и форма была непостоянна и неустойчива. Все это отражается в рисунках Анинкова. Здесь, конечно, много импровизации, но эта импровизация построена на навыки отточенным до предела. При этом Анинков занимался и живописью, и в живописи он примерно такой же, как и в графике. Она также живопись его также графична и условна. В 1924 году Анинков покинул Россию и уже работал в Париже как театральный художник и художник кино. Еще один художник, который уехал впоследствии, но который тоже оставил свой след в искусстве рисунка, это Борис Григорьев. Он живописец по большей части, но в его рисунках очень хорошо видно, как он линией создает мир внутри рисунка, насколько пластична его форма. В 1917 году он создает серию Россия, из которой делает издание и сам его оформляет. Вот обложка наклеена на такую веселую цветную, цветной фон, а также каждая страница с рисунками, рисунок наклеен на обойную бумагу, причем на каждой странице она разная, то есть это было очень пестрое издание, художник сам это все придумал, в разных экземплярах издания эта бумага менялась, то есть они не были одинаковыми, это такой очень многодельный, сложный, лимитированный, можно сказать, выпуск издания. И Борис Григорьев работает именно как экспрессионист, то есть вся его линия напряженная и штрихи тоже работают на экспрессию образов, и здесь уже нет той романтической иронии, как у мир искусников или изящества, здесь все довольно жестко. И сам Григорьев писал о своем отношении к графике и к линии вообще. В живописи линия много способствует колористическим тонкостям, обнажает грань формы, сообщает ей особую чуткость и законченность. Чеканность формы это то, что в произведении невидимо присутствует, как предел одной формы, соприкасающейся с другой, сдвиг, который уже был бы немыслим, ибо линия ее утверждает. То есть линия как вообще формообразующий элемент в пространстве листа это уже практически философская категория и несколько даже напоминает теоретические изложения Василия Кандинского в его книге «Точка и линия на плоскости». То есть линия это как некий элемент, который держит мир внутри вот этого плоскости изображения. Ну и тут я уже перейду к плеяде таких художников, которых называют чистые рисовальщики. И началось это все вот это содружество художников-графиков в Петрограде еще до революции в Академии художеств сложилось такое объединение «Квартира номер пять». Это объединение авангардное под скажем так идейным руководством искусствоведа Николая Пунина собрались художники Петр Митурич, Лев Бруни, Николай Куприянов, Петр Львов и Владимир Татлин занимались вот тоже поисками такого новых форм выразительности. Это авангардное объединение. И оттуда вот и вышли те рисовальщики, которые впоследствии сформировали облик русского рисунка середины 20-30-х годов. И вот первый из них это Петр Митурич, который работал сначала в Петрограде. В 20-е годы он переехал в Москву преподавать во Футемасе. И об этом пишет Фаворский. То есть это явление именно художников чистых графиков было отмечено искусствоведами. И сам Фаворский писал в литературно-теоретическом наследии в своем издании. Я прочитаю всю цитату, потому что это очень показательно. Он пишет «В Москве редко бывали рисовальщики. Рисунок большей частью понимался как подготовка к живописи, а не как самоцель и не выставлялся. И вот к нам приехали из Ленинграда несколько рисовальщиков первого сорта. И надо признать, повлияли они очень сильно на наше московское искусство. А в Москву в 22-м и 23-м годах в расцвет переселился он тоже вроде корефей графического искусства, но скорее в книге из совершенно другого направления, направления больше философско-теоретического. А вот тут он сталкивается с представителями настоящего рисовального искусства, то есть там, где рисунок достигает тех самых высот виртуозности, артистизма. И Петр Митурич всегда опирался на натуру в своих работах. Были у него, конечно, и авангардные эксперименты. Вот здесь я привожу пример его пространственной живописи. Это как раз то время, когда он входил в объединение квартиры номер пять. Были разнообразные опыты. Он дружил с Велимиром Хлебниковым, с поэтом, и по его стихам он даже делал пространственную графику. Это были объекты, в которых он пытался выразить поэзию Хлебникова. И в этих объектах у него сталкивались искусство объемное, искусство графическое. То есть все было достаточно новое. То есть Петр Митурич, он такой художник, который соединил в своем искусстве и традиции рисования. У него вполне себе очень сильное натурное рисование. И в то же время новаторство. У него была такая прекрасная авангардная прививка. И он преподавал во Вхудемасе. Очень долго тоже вырастил целое поколение прекрасных рисовальщиков. Это Павел Григорьевич Захаров, это Евгений Тейс. И уже в зрелом возрасте, уже когда был закрыт Вхудемас, уже когда изменилась совершенно художественная конъюнктура, он как-то остался на задворках творческого процесса и рисовал больше для себя, он не выставлялся. Но вот эти вещи поздних лет, они являются продолжением, конечно же, его понимания визуального пространства листа, то, как он работает с кистью, создавая вот этот мотив изобразительный на основе вот буквально таких бытовых сюжетов, это комнатные цветы, это заборчик, крайне популярный мотив, который потом тоже последователи, художники повторяли и в своем искусстве, и они становятся буквально знаком таким декоративным, но при этом удивительно не теряют своей реалистичности, то есть мы видим, да, это действительно цветок в горшке, это действительно фикус в горшке, но до чего он вот красив просто как пятна на листе, вот настолько они композиционно схвачены очень верно и виртуозная совершенно кисть, которая передает линии мягкие растения и их листьев. И еще такой крупнейший художник, чистый рисовальщик, совершенно чистый, Николай Куприян, начинал он с гравюры, он учился у Анны Острововы-Лебедевой, которую мы видели в начале, она его хвалила, говорила, очень перспективный молодой человек, начинал он как бы с гравюры из таких футуристических опытов плоскостных соединений разных плоскостей на листе, эти кубистические такие опыты, они отражаются и в его работах середины двадцатых годов, интерьерная чудесная вещь «Спокойной ночи, Верочка» это сюжет их семейной жизни, такой очень камерный, его жена укладывает спать их общую дочку Веру, на столе светится лампа, все это тоже, вот это свечение лампы создано вот буквально несколькими пятнами черной краски, но мы уже видим, что действительно лампа светится, тень падает и за окном уже непроглядная ночь. Возвращение стада, такой тоже декоративный абсолютно мотив, Гавриянов для себя исследует фактурности, работой, совмещая работу кистью, пером, но больше всего его стремление к декоративности, оно раскрывается в его поездке по Крыму, он едет в Крым в 1924 году и открываются ему там такие пространства и вот эта южная природа, непривычная художнику, она его вдохновляет на уже добавлять больше воздуха, больше пространства, уже взгляд его уходит вдаль и мы можем сравнить на верхнем рисунке, он буквально такую плоскость нам показывает, куда мы не можем двинуться взглядом, а в Крыму, вот увидев эту пространственно-воздушную перспективу, он переносит ее и на лист, и несмотря на то, что художник прожил сравнительно недолгую жизнь, он тоже трагически погиб в 1933 году, он за небольшой период, около 15 лет работы, успевает очень ярко пройти несколько этапов развития, которые каждый отличается стилистически, и после вот таких схематичных коров постепенно он отходит от такой декоративности и приходит к певучему, живописному рисунку, он обращается уже к акварелию, то есть вот до этого есть слева рисунок, который исполнен акварелью, и это первые робкие попытки Куприянова, не попытки, а именно первое его обращение к цвету в графике, потому что до этого он практически был художником черного и белого, очень редко добавляет свет, и тут он осмеливается наконец, и это получается у него очень изысканно, и вообще вот эта серия стада, которые он создает в местечке Селище в Костромской области, куда он ездит каждый год отдыхать, это его родные места, вот оно вдохновляет его на такое объемное понимание пространство, уже по-другому совсем текут эти коровы, как река в берегах, и то, что именно там в Селище вот эта русская природа, такая неяркая, долины, реки, поля, вдохновляли его, конечно, очень сильно, и сама Воджина, например, говорила, что Селище это поэма жизни художника, там он создал свои самые гениальные, шедевральные серии, это «Стада» и «Вечера в Селище», они вот здесь находятся, это уже работа «Черный акварелью», тоже целая серия таких камерных, интимных сюжетов, очень тихих, и в этом выражается движение художников-графиков действительно к интимности работы, потому что время на самом деле становится все более зловещим, то есть становится все больше давления со стороны власти о том, что нужно писать, на какие темы нужно писать, и вот такие камерные домашние сюжеты появляются все больше в работах художников как оттушено. Но к слову говоря о производственных сюжетах, Куприенов тоже занимался государственным заказом, получал такие наряды, получал командировки производственные, он ездил, первая его была производственная работа в Москве в 1926 году он рисовал на заводах серп и молот, а также на вокзалах поворотный круг это лист один из этой серии и тоже он отличается удивительным пониманием воздушного пространства это дымы, такая перспектива, эффект монтажа, это напоминает о приемах группы ОСТ, в которые художник тоже входил, как Дейнека, Пименов, вот это новое искусство, которое применяет еще оптику кинокадра, то есть смелый взгляд такой как-то не прямо, не сверху, а вот как-то очень эффектно строится композиция, как будто мы смотрим кино о новой индустрии. Также уже в 30-е годы, с 30-го по 32-й он предпринимает поездки на Балтфлот, на Балтийский флот, подводная лодка, это именно оттуда работа, и самые, конечно, удивительные его серии были созданы в поездках на рыбные промыслы Азербайджана, и там он, можно сказать, открывает для себя цвет, и вот этот чистый график наконец-то приходит к живописи, как он пишет это сам, то есть он открывает для себя цвет, вот эти текучие акварели, и он увлечен невероятно темами, несмотря на то, что это производственная командировка, ему нужно писать темы труда, сцены труда на рыбозаготовительных заводах, он это конечно тоже делает, но вот эти рыбы, которые вытаскивают еще живыми из воды, сбрасывают в кучу, это все совершенно поражает его воображение, и он оттуда пишет жене, я весь в рыбе, от одежды, которой пристала чешуя, до помыслов и снов, ночью мне снятся букеты из рыбы, гора свежей рыбы похожа на букет из цветов, настолько вот у него было вдохновение этими сюжетами, и он также в письмах уже упоминает, что кажется, он готов приступить и к живописным произведениям, но, к сожалению, это мне суждено было сбыться, в 1933 году его не стало, он трагически утонул в подмосковной реке Учи, вот эти камерные домашние сцены, игрушки, например, опять же, он изображает свою жену, как она читает о своей дочке Верочке книжку, на первом плане такое импровизированное собрание из игрушек, и все это сделано тонкой, дребезжащей такой линией, набросочной, абсолютно, вот ощущение, что это беглый набросок где-то в блокноте, но на самом деле это большой лист, почти 50 сантиметров, в длину, это станковое произведение, то есть рисунок быстрый, темповый, уже занимает вот такие выставочные позиции, потихоньку, это вот у Куприянова проявляется, потом это мы видим уже у художников группы 13. Темы семейные, камерные очень ярко проявились у Георгия Верейского, у него тоже целая серия интерьеров таких тихих, покрытых сумраком, комнат, где люди собираются вокруг лампы, вокруг абажура, он это прекрасно передает с помощью таких растушевок, какого-то экспериментального штриха в разные стороны, невероятно выразительные вещи, это тоже художник, мастер рисунка, посередине это портрет его сына Ареста Верейского, который впоследствии тоже стал художником, очень известным иллюстратором детских книг. Верейский тоже прекрасно чувствовал поверхность листа, прекрасно работал с воздушной перспективой, и вот этот вид на дворцовый мост, пейзаж, тоже превращается практически в изобразительный декоративный мотив, но при этом мы тоже как будто бы чувствуем влажный воздух Петербурга в этих серых разводах акварели. Конечно, Лебедева обязательно нужно упомянуть, без него точно нельзя говорить о графике 20-30-х годов, помимо того, что он основоположник детской книги, он еще и прекрасный рисовальщик, здесь его обнаженная натура, это действительно его конек, он всю жизнь занимался штудированием натуры в таком артистическом ключе, это и работа пятном, это и такие светотеневые моделировки, и еще прекрасные у него тушевые линейные наброски, очень точные и изысканные. Ну и как для середины 20-х годов в графике такое общее место это обращение к сюжетам таких типа, общественно-социальный тип, например, у него была серия «Непманы» или «Любовь шпаны». Вот это лист с танцующими ребятами, это как раз «Любовь шпаны», такое действительно и карикатурная серия, изображающая вот этих самых новоявленных «Непманов» с их танцами, платьями, украшениями, какими-то пьянками, гулянками. К этому, к этой теме городского типажа действительно обращаются очень многие графики 20-х годов. Это вот такое уже стремление уловить мимолетность типа улицы. К такому приходит и Антонина Сафронова, к такому приходит Владимир Коношевич и в общем-то именно какую суть времени и стараются уловить группа 13, к которой мы подошли, которая закрывает графическую тему и графику они выбрали как программный свой инструмент, как самый быстрый, самый адекватный способ отразить современность, самый такой отзывчивый. И это был их принцип быстрого рисунка с натуры, темповый рисунок, как способ отразить современность, как Милошевский называл ее, как отразить эту бушующую реку, которая меняется каждую секунду, то появляется, то исчезает. И вот эти художники, которые корнями на самом деле уходили в графическую культуру мира искусства, но которые оказались совершенно в другой ситуации, чем художники мира искусства в другом мире, вот искали этот способ отразить современность. Как Владимир Милошевский вставал прямо на улице и рисовал. Буквально об него спотыкались прохожие, он стоял на углу, он зарисовывал эти типы, как бы улавливая из чего сейчас состоит время, как оно выглядит. Вот это уже апофеоз рисунка, который происходит в 30-е годы и который становится последним взлетом графического искусства и в дальнейшем уже меняется политическая ситуация, когда в 32-м году запрещаются все организации и создается союз художников. И такая графика уходит скорее в разряд кабинетной графики для коллекционирования, для личного пользования. Уже не выставляется, она и формы, размеры имеет гораздо меньше. и но за все вот эти три десятилетия графика отвоевала свою самость, она стала станковым искусством и уже в союзе художников и до всех пор существует своя секция графиков художников, которые работают только в этом материале. Ну и просто как эпилог такой еще скажу о том, что конечно же появляются и свои вместе с блестящими рисовальщиками и графиками появляются и блестящие исследователи графики. Самые конечно крупные это Алексей Сидоров, он исследователь, он и коллекционер графики, это Анатолий Бакушинский, который организовал такую важную выставку русский рисунок за 10 лет Октябрьской революции в 28 году и он впервые как музейный деятель заговорил о ценности русского рисунка. В Третьяковской галерее он сформировал отдел русской графики. Ну и вот эта выставка стала первой выставкой отдела, на котором он показывал рисунки Альтмана, Куприянова, всех тех, кого я сейчас показывала, которые впоследствии вошли в собрание Третьяковской галереи. В Ленинграде графику исследовал Эрих Галербах, который тоже работал в Русском музее. Также графикой занимались Андрей Чагадаев и Всеволод Воинов. Все это прекрасные исследователи. И я еще обращу внимание на книгу мастера современной гравюры и графики, которая разделила художников на московскую школу и на ленинградскую. Каждой она определила свои свойства. Ну вот на этом я могу завершить свой рассказ. Спасибо. 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 Спасибо.